Особое мнение на 101FM 13.05 в Кирове на 101FM программа Особое мнение Меня зовут Юлия Афанасьева И у меня в гостях сегодня генеральный директор телеканала РНТВ Киров Юрий Львович Шлемензон Юрий Львович, здравствуйте Добрый день Также Юрий Львович у нас член общественной палаты И мы будем говорить с вами и как с представителем СМИ Я думаю, и как с представителем общественной палаты И мы с вами договорились так же говорить, как с потребителем Да Потому что начнем мы с темы встречи представителей федеральных сетей с местными товаропроизводителями На неделю в область приезжали как раз представители X5 Retail Group Которые провели с местными производителями так называемую закупочную сессию Которая по сути в итоге свелась к взаимным претензиям Местные производители жаловались, что сети берут товар только по очень низким ценам И требуют выплаты неких бонусов представителям федеральных сетей А федеральные сети наоборот посоветовали местным производителям скорее продаться Либо уйти в узкую специализацию, либо самим стать федеральными монстрами Вот конфликт налицо И кировские товаропроизводители просят правительство области и власть вмешаться Вот на ваш взгляд, каков может быть допустим уровень именно этого государственного вмешательства Потому что это же получается, что сейчас государство или в лице правительства области Вдруг возьмется регулировать рыночные механизмы То есть вот насколько это нужно делать и насколько это правильно Хорошо, ну во-первых я начну с моей дежурной фразы Которую я говорю с вашими коллегами, когда общаюсь в эфире Что все сказано сегодня в эфире, мое оценочное суждение Это исполнение определенного закона Все правильно, согласна с вами А теперь перейдем ближе к теме Значит вот эта эпохальная состоявшаяся встреча X-Retail Group С нашими местными производителями администрации области Она конечно должна происходить Ну то есть хорошо, что все-таки поговорили Да, что поговорили, открыто поговорили, мы надеемся То, что к нам пришли ритейлеры российского масштаба Я как потребитель говорю, что да, это хорошо Хорошо, потому что на определенную группу товаров Малообеспеченная часть населения получила доступ, который она и не имела Будем говорить так, чуть-чуть зажравшиеся местные производители Навинчивали достаточно высоко цены И они были выше, чем во многих близлежащих регионах На граничах с Кировской областью Что касается молочных продуктов, в том числе Рыбы, мясопродуктов Они достаточно высоки Потому что вот мы на своем канале Ведем в новостях такую еженедельную рубрику Оценки роста или падения оценок По Приволжскому округу Ну в том числе нас конечно больше всего интересует Приволжский округ Хотя мы имеем данные по всей стране И эти тенденции по росту и продаже Мы имеем еженедельно Минком в развитии Нам поставляют такие данные Поэтому мы очень всегда точно отслеживаем ситуацию Которая вот наблюдается в Кирове Вот на этой неделе в Кирове резко подорожала морковь Обоснованно, необоснованно мы пока изучаем Но вместе с тем произошло падение цен на рыбу Которая росла в Приволжском округе Очень значительно И мы были в пятерке лидеров по Российской Федерации По цене? По цене, да Или по темпу роста? Нет, нет По темпам роста цены По темпам роста цены То есть она была одна из высочайших в России Пятерки лидеров России И между прочим, вот с рыбой С тем же подсолнечным маслом Которое производится еще в Кирове Разливается, вы говорите, в Кировской области И еще есть ряд таких продуктов Которые производятся у нас Ну, конечно, свинина Мы являемся иногда лидерами такими серьезными Не только в Приволжском округе Во всей Российской Федерации Также по темпам роста цены? Да, конечно Ну, как вы считаете? Вот чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что Наши производители хотят получить дополнительную маршу Не обоснованную своими затратами Потому что цены на эту продукцию Это в основном продукция, которая продается местных производителей Ну, рыба, понятно, что это не местных производителей Но она обрабатывается, например, в Кировской области Потому что там рост цены тунца Не может повлиять красного тунца, тем более Свежего мороженого Да, повлиять на общую цену стоимости рыбы На территорию Кировской области И таких вопросов на самом деле возникает много У нас в связи с тем, что был большой период Когда сюда не могла бы не войти ни одна сеть Производители и продавцы расслабились Включая и наши могучие торговые сети Их-то, правда, было еще несколько Сейчас их количество сократилось Но даже отсутствие магазина «Континент» Вот мне, как потребитель, очень сильно влияет Потому что есть ряд группы товаров Которые вы могли купить только там Нет даже в федеральных сетях И нет, не говоря о фирме «Глупость» Которая представляет большую, серьезную группу С неплохим обслуживанием, надо сказать С чистотой в магазинах Отличающейся, например, от магазинов группы «Пятерка» Где все там, так, наличие контрафактной продукции О чем подтверждает Роспотребнодзор Достаточно высокое Понятно, что поэтому там низкая цена Я уже не буду говорить о своей коронной теме О контрафактном алкоголе Который присутствует в разных магазинах В общем, получается, вы считаете... Протекционизм для местных производителей Если он здоровый, он, конечно, правительство должно Но это не в мере нагибания каких-то сетей А правительство должно создавать те экономические преференции И условия для местных производителей Это может быть игра налогами Различные снижения аренды на землю Потому что мы сами знаем, та кадастровая стоимость, которую тут получили наши производители и жильцы И все вместе взятые после пересмотра на территории города Кирова и области Она значительно выросла И всегда везде обоснована Мы знаем, что там происходила серьезная манипуляция Когда был еще депутатом, я изучал эту тему Там происходила манипуляция по оценке кадастровых стоимостей мест Ну, в общем, там большая игра была На самом деле, она была большая, а не маленькая игра И расслабленность наших производителей При не супер качестве на отдельные товары Выбралась теперь в хныканье Это, значит, неправильная маркетинговая политика Ну, и там много нюансов Я не являюсь производителем, я со стороны могу судить Но есть некоторые определенные вещи, которые просто, вот, их видно Ну, то есть, так скажем Даже маркетинг продажи алкоголя В моем понимании, вот это моя такая тема Он выстроен не очень достаточно хорошо Поэтому производители, продавцы алкоголя с других регионов Сейчас, как говорится, отжимают рынок на территории Кировской области Понятно, что акцизы идут не в Кирове, а в другое место Так, хорошо, а вот смотрите Также по поводу вмешательства правительства Вот мы с вами налоговые льготы перечислили Льготы, к примеру, по аренде торговых площадей А как вы считаете, вот будет неправильно, да, допустим, правительству сказать федеральным торговым сетям Так, ребята, вы работаете в нашей области Поэтому будьте добры, пустите наших производителей к себе в магазины Ну, я так понимаю, что, во-первых, у каждой ретейджерской сети там есть свои правила игры, да Ну, если вы играете с этой сетью, то надо играть по их правилам Да, они, конечно, выстроены в пользу ретейлера Но вы должны убедить, вы должны так сделать, чтобы ваш продукт вас заинтересовал, да И он был такой, какой будет потребитель хватать с пола Все говорят, вот там полки не хватает, да На самом деле мы видим, что в основном полочки-то заняты такими массовыми товарами Которые привезены из других регионов, да И они не всегда являются такими качественными, как местные производители Но это не говорит о том, что у нас суперпродукция местных производителей Включая там местные изделия, молочную продукцию Потому что здесь вот есть группа молочных продуктов, которые заводятся, знаете, очень издалека Из Бельгии Разница в цене между поставками из Бельгии, Литра, Фитропака И производителями, которые ретейлеры, всего 3 рубля ценовой, да Для кого-то это значительно может быть, но разница в качестве, она просто огромная По вкусовому, там, органолептике и все остальное Но это же надо было привезти из Европы, а не из Подмосковья ближнего Или из центра Нижегородского по распределению Вот тоже вопрос Разница в качестве, по вкусу, в чью пользу вы имеете? Пользу вот этого буржуйского молока Пользу буржуйского молока? Да Оно пахнет молоком Может быть, это из-за того, что оно ненатуральное Нет, его проводили Проводили? Да Просто все спрашивают, откуда это молоко взялось И прямо из деревни Так, хорошо, Юрий Львович, а вот смотрите Когда была вот эта вот встреча представителей федеральных торговых сетей с местными товаропроизводителями Местным производителям, как один из вариантов выхода из ситуации, предложили Создайте сеть своих магазинов в формат магазина у дома Продавайте там свою продукцию, работайте в узком сегменте И, собственно, это и будет ваши конкурентные преимущества Вы знаете, я соглашусь Ну, я же бываю не только в Кирове Там, выезжаешь в другие страны по работе или отдыхаешь И видишь, что есть большая группа продуктов Которая пользуется спросом у населения Но это не значит, что она находится именно в больших сетевых магазинах Например, если в Голландии продают сельдь Которая в сроке использования трое суток Ее даже не экспортируют Понятно, что ни один сетевик такой продукт взять не может Но она пользуется огромным спросом у населения Поэтому есть множество магазинов у дома Где продается этот продукт Или там есть мясные продукты Тоже не с консервантами Они очень высокого качества Но у них срок реализации там до пяти Понятно, что сетевики, что у нас, что там Взять такой продукт не могут Поэтому это продается Я не говорю, что это какие-то бутик-магазины Это обыкновенные небольшие частные магазинчики у дома То есть ферма имеет Производитель имеет свой магазин Или сеть таких маленьких магазинов И он пользуется достаточно большим способом Вы же не видели нигде огромные булочные Если круассан в 6 часов утра надо теплые покупать То вы же не пойдете в супермаркет за ним, правильно? Это будет через два подъезда Через четыре подъезда от вашего дома И так весь мир живет А вот смотрите, допустим, если перенимать мировой опыт в городе Кире Как вы считаете, как это нужно сделать? Производителям объединиться и создать свою сеть таких магазинов? Либо городминистрация об этом побеспокоится? О своем товаропроизводителе? Горадминистрация должна о чем побеспокоиться? Она должна выделить правильные места для торговли Вот таких маленьких магазинчиков у дома Там можно продавать свежую молочную продукцию С малым сроком реализации Свежую выпечку Будет пользоваться спросом? Свежая выпечка Будет, да? Свежие там полуфабрикаты местные Те же самые Только не из кунгурятов, конечно, сделанной Или из мороженной аргентинской говядины А вот от местных производителей Понятно, что у них может быть не самая низкая цена Потому что мы давно все понимаем, что Тот рынок, который здесь существует Производители не могут насыщенно быть той продукции Которая произведена только у нас для переработки Они закупаются за границей Какого вида это знает только производители А мы можем догадываться По количеству других ингредиентов Которые мы можем при анализе найти В той же колбасе, в сосисках Мы уже прекрасно понимаем, что Сосиски и свинины Они должны быть белого цвета И в Кирове раньше, когда был континент Или в других магазинах Мы видели эти белые австрийские Завстрии привезенные сосиски А вот увидеть такие сосиски Производители, ну я не буду перечислять Наших местных производителей, чтобы не было рекламы Или антирекламы Они красного цвета, серенькие Но они не белые Как продаются во всем мире Хорошо, вот смотрите Поэтому вот власть как раз должна быть Заинтересована в том, чтобы мелким Не особо крупным производителям Предоставить реальную возможность Торговать на местном рынке У дома И вот в этом есть задача власти А вот смотрите Потому что организовать такие в огромные сети Это невозможно Это уже управленцы Это уже следующая накрутка Ну то есть прийти в торговые сети И сказать, так, ребята, ну-ка вот в приказном порядке Берите нашу продукцию Это невозможно Это невозможно Сейчас ведь год на календаре 12 Не 37 Не 37 Конечно, можно найти способы душить и федеральные сети Каким-то способом, наверное, да Но это, наверное, неверно будет То есть вы должны встраиваться В ту систему, в которой живут все Ведь нашли производители Какие-то, которые могли Встроиться в эту сеть Значит, или у вас Если у вас не хватает сил Значит, вы поднимаете ручки Или вы идете другим путем Понятно, что убивать Не выгодно никому местному производителю Потому что это налоги Конечно Поэтому власть заинтересована Чтобы местный производитель Каким-то способом имел возможность Реализовать свою продукцию На то он, большой и умный Наша власть Большой и умный наш власть Должен этим делом заниматься Так, хорошо Вот смотрите Несколько лет назад Когда в нашем городе Не было вообще ни одной Федеральной торговой сети И очень многие по этому поводу Так скажем, негодовали Что в регион не пускают Федеральные торговые сети Как вы считаете Сейчас они у нас есть Работают достаточно активно Их к нам зашло очень много И расширяются И расширяются И собираются дальше расширяться Как вы считаете Выиграл ли от этого регион Именно Кировская область Это некая разница Потребитель Я думаю Да, потребитель Кировская область Это две большие разницы Потребитель выиграл В чем? В цене? В цене Конечно В цене В ассортименте Даже будем говорить Потому что Те существующие сети Не закрывали весь тот ассортимент Который интересовало население Города Кирова Чем больше продавцов Они же между собой конкурируют Поэтому они чем могут конкурировать? Ценой и ассортиментом Ну, качество я бы еще говорила Ну и качество обслуживания, конечно Я вообще понимаю Что вообще априори Должен быть товар качественный А вот власть наша местная Должна как раз бороться С контрафактом Который присутствует Как и в федеральных сетях И в меньшей степени В местных сетях Там тоже проскальзывает И в наших магазинах Контрафакт Проскальзывает Но его намного меньше Поэтому вот эта задача власти Уничтожить контрафакт Вынести его С пола федеральных сетей Так, вот с регионом Я не поняла Насколько он выиграл Все-таки же мы Насколько я понимаю Получаем налоги, да? Не, ну мы не забываем Что часть местных производителей В эти сети попали, да? Соответственно Мне так кажется Что и объем реализуемой продукции Возрос А раз он возрос То налоги остаются где? Если они не сбежали С Кировской области Не факт Что все наши местные производители Зарегистрированы на территории Кировской области Потому что Был период Когда интенсивно уходили В ближайшие области И регистрировали свои предприятия Кто по экономическим мотивам Кто по политическим мотивам Но это происходило А вот смотрите Представители федеральных торговых сетей Да, я сейчас говорю про Х5 ритейл групп Ну они вообще Да, конечно, это не подарок На самом деле Как и вся общая глобализация мира Это не огромный подарок для всех Что это не к особо Суперусловиям для всех не приведет Ну так вот Эти самые представители Х5 ритейл групп Заявили, что Очень скоро Они планируют Довести количество своих магазинов в городе Как они выразились, цитирую До критической массы То есть Ну чтобы Было выгодно здесь работать Да Вот как вы считаете Как местные товаропроизводители И местные торговые сети Должны готовиться к этому событию Ну мне сложно Я не могу быть на них вместе Я не занимаюсь С точки зрения потребителя Я думаю, что они будут этому препятствовать, конечно Или руководители СМИ Это логично Что они будут Ну у нас же вот Если будем говорить о СМИ Да У нас в основном все федеральные сети На самом деле У местных производителей Телевизионного контента У нас одна организация В регионе работает Один телеканал Один телеканал Ну какой Первый городской Или какой Это так называемый Местный контент Местный контент Я поняла А все остальные сетевики Да Ну между прочим Это во всем мире Очень я вот был в разных странах по работе И смотрел Как работает так называемый местный телевизионный канал В основном это все тоже участники сети То есть каналы Местные станции Которые встроились в сеть Так что вариант встроивания в сеть И наших маленьких сетей Да Или местных производителей Он вполне реальный Так и СМИ живет Ну я когда сказала Про руководителя СМИ Я имела в виду К примеру Может быть сейчас Местным торговым сетям Или местным товаропроизводителям Надо активизироваться В плане рекламной компании Да С этим у них на самом деле Большая беда Их недопонимание Важности продвижения продукта Она вот прямо видна То есть продвижением продукта На самом деле Занимаются единицы Притом будем говорить Некачественно Мне как профессионал Это некачественно Это дешевый рекламный продукт Реклама вообще не может быть дешевой Не может Потому что у нас Качественный продукт Не может быть дешевым Конечно Ну а реклама Она должна быть обязательно Качественная Чтобы она приносила прибыль Потому что у нас сейчас Любой продавец Затрапезного ларька Может себе позволить Разместить телевизионную рекламу Соответственно Такого и уровня реклама Потому что там За копейки От пяти до десяти тысяч Производства На коленке ролика В какой-то комнатке С непонятным оборудованием Ну не может быть качественная И производитель-то Некачественный будет Потому что Еще и креатив должен В голове Кроме быть За такие деньги Это произвести невозможно А как вы считаете Вот как надо правильно Продвигать местную продукцию Именно местным товаропроизводителям Ну это большая и сложная задача На самом деле И она посильна И такие работы делались Вы знаете Вот если я припомню То в начале двухтысячных годов Этим серьезно занимались И я был свидетелем Когда там подъем продаж После правильной рекламной кампании Поднимался до сорока процентов Большие цехи В моем понимании Ну вот сейчас Я таких компаний Начиная там с года 2007-2008 Их вообще просто не вижу Их не делают Ни производители Ни один местный производитель Таких компаний Серьезных не делают Может они как раз Себе не могут этого позволить Из них все выжили Федеральные торговые сети Ну понимая их оборота Не могут себе это позволить Они просто недопонимают Важности этого момента Этим пользуются Федеральные сети Которые вкладывают Огромные деньги Как раз в продвижение Своих продуктов Акций Мы же постоянно видим Не будем говорить там Пятерочка Или другие Как на федеральном уровне Так и на местном Это же реклама Продвигается Различных продуктов Акций Включая метро Это же происходит Они тратятся Это дает для них результат Они же захватывают Расширяют Расширяют Если бы у них Уровень продаж Падал То речи о развитии Сетей Не было Значит Они видят здесь Потенциальных покупателей Можно дурить Население Продолжать дальше Утрирую конечно В кавычках И поэтому у них Это хорошо получается На самом деле Так По местным Производителям И федеральным Торговым сетям Поняла Короткое резюме Если говорить об этом Магазины у дома Скооперироваться С администрацией города И соответственно Правильно продвигать И области И правильно продвигать Свою продукцию И свои местные бренды Давайте тогда Перейдем К следующей теме Вот На неделе Как раз В правительстве области Провели рабочую группу По координации И деятельности Органов местного Самоуправления В сфере благоустройства Там велась речь О несанкционированных Свалках В советском районе И много о чем говорили Свидетель таких свалок Мы делали много Репортажей Об этом Но граждан Которые мусорят На улицах поселений Призвали Не только Штрафовать Наказывать рублем Но и фотографировать Их для дальнейшей Публикации Этих фотоснимков В СМИ Вот меня просто Удивляют Рубейшее нарушение Закон Это у нас Вот тренд Такой сейчас У нас трендов Таких Сейчас возникает Много Значит Припарковался На газоне Сфотографировался В интернет Сейчас все Стали владельцами Телефонов Всем хочется Пощелкать немножко Что-то отправить В Твиттер Что-то отправить В СМИ Это часто Такая сейчас Модная тенденция На самом деле Это нарушение Закон Какого О персональных данных Потому что Биометрические Показания Есть правда Роскомнадзор Психанул Как я говорю И приставом Разрешил При том Что уже имеется Решение суда Публиковать Но я очень У нас много Законов принимается Потом они Не выполняются Ну вот Как Служба судебных приставов Может себе позволить Разместить Обратившись К средствам Массовой информации Мы Услышали их И отправили Их обратно Потому что Эфирное время Но что Денежек стоит В бюджете У этих организаций На это деньги Не выделены Не прописаны Надо провести Тендер По 94-му ФСП Правильно? Без тендера Нельзя Пока мы Между собой Будем Конкурировать Пройдет Время Или Тот пропадет Или этот Пропадет Но вообще Это противозакон Сейчас Потом начнут Энергетики Своих Неплотельщиков Пытаться Ну Энергетики у нас Люди богатые Мы можем Рассмотреть Их предложения Чтобы нам Ухватило На судебные Сдержки Потом Писав договор Об этом Но на самом деле Мы конечно Не пойдем На такие вещи Это нарушение Прав человека Нет Это неэтичное И я думаю Наш телекад Точно на это Не пойдет Никогда А вот смотрите Как вы считаете Почему Различные Службы Вот Именно Обратились К этому способу Воздействия На людей То есть Вы не платите Алименты Вы мусорите Вы еще что-то Тогда Мы разместим Ваши фотографии Значит Все понимают Что у нас В определенной Периодичности Проходят выборы Выборы Как в нашей стране Проходят При помощи Телевизора Телевизора В основном Там же Тоже не дураки Сидятся на больших Зарплатах Они понимают Что при помощи Телевизора Значит И долги Можно выбивать И еще чего-то делать Но это неэтично Все равно А смотрите Вот получается Что Сами повлиять На ситуацию Не могут Поэтому хотят Обратиться К телевизору Это говорит о том Что закон Не работает Законы Не работают В нашей стране Они написаны Лучше Хуже Они не работают Или не создаются Условия Для их работы Потому что Понятно Что при постоянном Росте Тарифов Нормативов И цен Без роста Качественного Заработной платы У населения И пенсии Они физически Не могут Платить Эти деньги Да конечно Есть Люди Асоциальные Типы Которые Разные истории Они понимают Ну вот он Напрягся Чуть Чуть Не хватило Он сейчас Еще напряжется Съех Где-то Ужмет Он доплатит И с перерывом В квартал Сможет закрыть Эту тему А он понимает Сейчас я не уплатил А в сентябре Это мне еще Какой смысл Безысходность Они попадают В такую штуку И все это идет И потом Все ждут Когда это спишется У нас же долги Государства списывают Здесь правда Не государства А другие организации Поставят Когда-нибудь Это в затратах Точно так же Спишут Чуть поменьше Дивидендов Получат Не миллиардов Там 10 А 8 Вот так у нас Выстроена жизнь А вот смотрите Давайте поговорим Не про тех Кто элементы не платит Да Не про службу Судебных приставов А про тех Допустим Кто мусорит На улице Допустим От недостатка культуры Как вы считаете Как надо повлиять На этих людей То есть Очевидно Что публиковать Их фотографии В СМИ Наверное Действительно Ни одно СМИ Не возьмется Это и не этично Как на них влиять Как на них влиять Ну это Сейчас говорят Это все равно Это комплексная программа Должна быть Общего воспитания Как вот водители Которые скорость превышают Надо ними заниматься Которые приносят Потом масса жертв Это же не от того Чтобы фотографию Нарушителя повесил Вот он сразу взял И справился И все проблемы решились Потому что процесс воспитания Человека Достаточно серьезный Длительный И комплексный вопрос Одно СМИ Без комплекса действий Самого государства Решить эту проблему Никогда не сможешь Очень плохо Что граждане Которые рядом живут С тем Которые мусори Или там Идет антиобщественный Образ жизни Что они Не влияют Сами на него Мы же прекрасно знаем Что если Нарушитель Выбросил банку пива На дороге в Германию То в ближайших 5-6 минут Там С десяток звонков Из соседнего дома И соседнего автомобиля Да Прозвучит Соответствующую службу И это ведь не Павлики Морозовы Да А нормальные Меняемые граждане Потому что Они платят налоги Налоги знают Как используются Перед ними Отчитываются За использование налогов И они понимают Что человек Который Тратит Их лишние деньги На дополнительную уборку Он кроет у них Личного Сидорова Петрова Иванова То есть дело В нашем самосознании Самосознании Которое надо Разве он не на той стадии Находится Значит его надо Воспитывать Конечно Всем миром Как говорится И даже использовать церковь Про церковь Второй части программы Да Церковь Это теперь отдельная история Мы сейчас прервемся на рекламу И через минуту вернемся Особое мнение На 101FM Мы возвращаемся в студию На 101FM Программа Особое мнение Меня зовут Юлия Афанасьева И у меня в гостях Юрий Шлеминзон Генеральный директор Телеканала РЕН-ТВ Киров Член общественной палаты Кировской области Юрий Львович Мы продолжаем Как мы договорились За эфиром Мы начнем С темы Профилактики Безопасности Вообще О всех страшных событиях Последних двух Трех недель Безопасности дорожного движения Я думаю, что все заметили Что за последние три недели Было очень много аварий Причем Очень много аварий С летальными исходами Где-то водители были пьяны Где-то произошло Грубое нарушение Правил дорожного движения И сейчас Даже прокуратура Кировской области Начала проверку В отношении ГИБДД Именно из-за такого количества Аварий И даже практически закончила Вот собирались проверять Прокуроры Полноту Достаточность Своевременность Принимаемых мер По контролю За соблюдением Законодательства Сферы безопасности Дорожного движения Должностными лицами ГИБДД Вот вы как считаете Юрий Львович Только ли ГИБДД За это отвечает Нет, конечно Вот вчера Проходил круглый стол В общественной палате Под эгидой нашей комиссии По контролю за действием Правоохранительных И органов и власти Ваша тема Да, я поняла Да, была немножко нашей темой Достаточно серьезный разговор состоялся Присутствовало много экспертов Которые в этом понимают Бывших сотрудников ГИБДД Занимающихся управлением Дорожного движения Ситуация на самом деле страшная Мы последние две недели Последние недели Июля и августа Принесло просто катастрофическое количество Жертв Именно жертв И причин Которые высказывались На этой комиссии Их достаточно Ну их много Говорить, что это только вызвано Недоукомплектованностью Сотрудников ГИБДД Да, фактор, конечно Не самый простой Недоукомплектованность Что вы имеете ввиду? Поясните Поясняю Что именно линейные Которые работают на земле Из определенных причин Которые сейчас устраняются Укомплектованность В городе Киров Его составляла всего 40% Сейчас фактор Наличие именно Юридического высшего образования Вроде бы снят И я думаю, что В ближайшие Вполне месяц Даже два Штаты будут укомплектованы Ну, они потом еще должны Эффективно работать Как это повлияет на безопасность На дороге? Как это повлияет? Значит, у нас сотрудники Не сотрудники Водители понимают, что они Просто не будут наказаны За множественные нарушения Вот совсем недавно Проходил эфир Даже вот на Эхо Москвы По безопасности дорожного движения Звонящие автолюбители Говорят Ну и что? Ну проехал я с телефоном Ну пересек Десять раз пересекал Сто рублей оплатил И буду дальше ездить И если посмотреть Нарушения, которые Пришли с жертвами За прошлый период Мы все видим, что это Все нарушены Злостные нарушители Они имели там До 30-40 нарушений В течение последнего года Это ведь страшно А к ним не применялись Никакие меры воздействия Кроме штрафа Поэтому может законодательно Будут внесены поправки В административный кодекс Может переходящие Даже в уголовный кодекс Ну что вот нужно На 15 суток сажать 15 суток Может реквизировать автомобили У тех, которые Неоднократно нарушают Грубо нарушают Или в нетрезвом виде За руль садятся Это вообще Одно из страшнейших Преступлений, считаю Потому что это уже Потенциальный убийца Сидит за руль Ну еще и сама Дорожная обстановка Про нее тоже надо Не забывать Что есть большинство Улицов, которых У нас просто нет Разметки И ненагородные Просто вообще не понимают Как мы ездим По этим Ну и я считаю Что главный фактор Это та же Культура вождения Ну она меняется Как мы раньше говорили Что стиль Египетских водителей В Кирове исповедуется По полной программе Нет, в Кирове все же лучше Сейчас стало лучше Да, сейчас стало лучше Последних Два-три года При повороте Могут пропустить Раньше Помнишь Кто-то пытались Повернуть Куда-то вас пропустили Вообще Такого было Невозможно Или там Вы паркуетесь Вам могут помочь Запарковаться Выйти Водители Такого же раньше Вообще не было Ну вот если сравнивать Соседние регионы Чувашия, Татария То стиль вождения Там совсем другой Он отличается Но мне сложно сравнивать Я там не езжу Я вот езжу А в чем разница? Водители себя ведут Намного корректнее Они уступают дорогу При необходимости Ну я не говорю Что это европейский стиль вождения Где там Супер законопослушные Граждане ездят Да Хотя и за границей Тот же Вот стиль вождения Виталия Очень отличается От стиля вождения Водителей Во Франции Или в Германии Они так же Немножко хулиганисты Ну это Темперамент Национальный Мация накладывает Или погода Но они ведут себя Корректнее Все равно И что самое интересное Когда встречаешь Наших водителей За границей Да Они все Ездят пристегнутые Ремнем По телефону Не разговаривают Обычно И ведут себя Достаточно корректно То есть Общая атмосфера Влияет На тех Наших Бешабашенных Водителей В основном Они себя ведут Корректно В отличие от того Как они себя могут Привезти на улице Города Кирова Так хорошо А здесь В городе Кирове Как повлиять На водителей То есть Мы поняли уже Что допустим Это ответственность Ответственность Что он должен чувствовать Что он будет Обязательно наказан И вот та система Камер Которая возрастает Сейчас В городе Кирове Я думаю Что она в ближайшее время Даст полный результат Вот если За июль месяц Камеры нащелкали На 30 миллионов рублей Скоро Олимпиаду в Сочи Отобьем А если бы еще Вот решить На законодательный уровень Что вот эти деньги Направить на безопасность Организации дорожного движения Например на разметку Если вот У нас всего 10 миллионов рублей У нас всего 10 миллионов рублей Дано Выделено на разметку Города Кирова Да И не укладываемся У нас большинство улиц Разметки не имеют Ну считай что надо улицу Ленина Там Профсоюзную немножко разметить Ну и Больше народу нигде не ездит По разметичной улице А только ли разметкой решается вопрос Нет не только конечно Это количество Если прибавится количество Подземных переходов И их будут не на субфинансирование Как у нас обычно По 20 миллионов это получается А вполне реально Сметчики считали Что подземный переход Он за 10 миллионов Если он построен На свои деньги Ну можно уложиться И в 10 миллионов А каждый подземный переход Это сохраненная Человеческая жизнь Количество добавленных светофоров Это тоже опять Сохраненная Человеческая жизнь Ну и заниматься культурой Для Новоровского Там светофор не помог Там был Больной пьяный человек На голову Да Я поняла Поэтому воспитание Культуры Водителей Это Такой же приоритет Как и все остальное Ну вот Воспитание Да? Да Должны заниматься СМИ Должны заниматься Государства Конечно ГИБДД Ну ГИБДД То же самое Что государство Да И Больше выходить Начинать с детства Да Обучение Вот есть же у нас Предмет ОБЖ Почему там не включить Правила дорожного движения В этот курс Да Есть Общественные Ну я говорю Есть бизнесмены Которые Сейчас я вот Случайно узнал Проводят обучение Мотоциклистов За свой счет Школьников Да И когда они Заканчивают школу Они могут Права даже получить Это Частный случай А если это будет Массово Что наши Автосалоны Сибири Сейчас это не могут Позволить Вполне могут Позволить Выпускной класс Обучить Правила дорожного движения Чтобы они получили Минимальные права Хотя бы На вождение Мотоцикла Вполне Ну и там ряд других Мер можно принять В этом вопросе Чтобы Перейти К обучению Прямо с детства Ну и понятно Что ГИБДД Должна найти Хороший способ Обучения Начиная прямо С детского садика Когда Учить папу С мамой Через пешеходный переход Они что-то Его не тащили Ребенка Там не положено Не положено Если ребенок Не захочет идти А будет требовать Только по пешеходному Переходу То ему придется С папой Смириться И пополнять Правила дорожного движения Которые не успели В свое время В школе В тяжелые 90-е годы Юрий Львович Спасибо вам за эфир У нас заканчивается С вами время Это было особое мнение Генерального директора Телеканала Рентовый Киров И члена Общественной палаты Кировской области Юрия Шлеминзона Я благодарю вас еще раз Меня зовут Юлия Афанасьева Я желаю вам всего доброго И до свидания Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо